Литературный чтение Могилевская Софья Абрамовна русская советская писательница, автор повестей для детей и юношества, родилась в Москве в зажиточной семье. Отец известный московский виолончелист и музыкальный педагог, с детства учил детей музыке и планировал дать им музыкальное образование. Ее повести о детях и подростках, о школе, музыке, театре, спорте издаются и переиздаются, переводятся на разные языки и находят благодарных читателей среди новых и новых поколений ребят. Познакомимся с произведением «Воскресенье утром». На этом рассказе мы будем учиться отвечать на вопросы. Ребята, чтобы правильно ответить на вопросы, мы познакомимся с памяткой. Первое. Прочитайте вопросы. Второе. Читайте рассказ и устно отмечайте для себя в тексте важные места, которые являются ответом на вопросы. Третье. Ответьте на вопросы, которые находят подтверждение в тексте. Проверьте себя. Закройте книгу и ответьте на все вопросы. Давайте вернемся к вопросам в учебнике на странице 45. Читая рассказ, мы должны отмечать для себя ответы на эти вопросы. Первое. Какой день недели описан в рассказе? Второе. Почему утром никто никуда не спешил? Третье. Что делала бабушка? Четвертое. Кто накрывал на стол? Пятое. Какие слова использует автор, чтобы показывать удовольствие от завтрака в кругу семьи? Шестое. Кто и как помогал в уборке квартиры после завтрака? На эти вопросы мы и будем искать ответы. Начнем чтение рассказа. Внимательно следите за текстом и устно отмечайте для себя важные места. Воскресенье. Утром. Обыкновенно по утрам все торопятся. Кто куда. Папа, мама и дедушка на работу, Маринка в школу и бабушка все утро не присядет. Всех надо накормить, всех напоить поплотнее, посытнее. Ну а в воскресенье другое дело. В это утро никто не спешит. Потихоньку, помаленьку встают, умываются, садятся завтракать. Сегодня на столе блюдо из картофельных котлет с мясом. Бабушка поднялась чуть в свет, чтобы нажарить эти котлеты. По всей квартире стоит вкусный запах. Маринка скорее накрывает стол. Это ее забота. Каждому ставит тарелку, каждому кладет нож и вилку, каждому достает его собственную чашку. Какие обязанности в семье у Марины? Маринка накрывает на стол, ставит тарелку, кладет нож, вилку и достает каждому его собственную чашку. Продолжим чтение. Потом все завтракают и все хвалят бабушкины котлеты. Объедение, говорит мама, отправляя в рот котлету за котлетой. Угу, говорит папа, он всегда не очень-то разговорчив, а когда рот битком набит, и вовсе помалкивает. Удались, хвалит котлеты и дедушка. И Маринка уплетает свое удовольствие. Бабушка довольна, что котлеты понравились. Она все время улыбается. А после завтрака папа переодевается и вытаскивает пылесос, ракета. В папиных руках пылесос гудит весело, во весь голос. Должно быть радуется, что ему нашлась подходящая работа, и про него вспомнили в это хорошее воскресное утро. Мама с Маринкой тоже не сидят без дела, и они взялись за уборку. Маринка перетирает разную мелочь, такую, которой нельзя доверить пылесосу. Дедушка тоже занят. Он приводит в порядок газеты, которых за неделю накопилось уйма, и которые сейчас разбросаны по всему дому. И вот, наконец, уборка закончена. Вот мы и закончили читать рассказ. Перед чтением нам были даны вопросы, ответы на которые находятся в тексте. Вспомним их и ответим. Какой день недели описан в рассказе? Воскресенье. Почему утром никто никуда не спешил? Потому что воскресенье – выходной день. Что делала бабушка? Бабушка жарила котлеты для всей семьи. Кто и как помогал в уборке квартиры после завтрака? Папа пылесосит. Мама с Маринкой перетирает разную мелочь, которую нельзя доверить пылесосу. Дедушка приводит порядок газеты, которые разбросаны по всему дому. Ребята, обратите внимание, как эти вопросы помогли нам выделить ключевые моменты в рассказе. Для того, чтобы пересказывать текст по вопросам, необходимо запомнить несколько действий. Мы продолжим говорить об обязанностях всех членов семьи. Будем говорить о профессиях наших родителей. Научимся соотносить пословицы и поговорки с темой произведения. Прочитайте пословицы. Определите их основную мысль. Родители трудолюбивы и дети не ленивы. У трудолюбивых родителей врастают дети, которые тоже любят труд. Не печь кормят, а руки. Заслуги человека достигаются только собственными его усилиями. Без труда хлеб не родится никогда. Для того, чтобы у каждого на столе оказался свежий и вкусный хлеб, должна быть проделана огромная работа. А теперь познакомься с произведением Мадия Имбетова «Солнце на ладони». Во время чтения вам встретятся незнакомые слова. Словарная работа. Жорнов. Круглое приспособление из камня для обмолота зерна. Страда. Время уборки урожая. Ток. Место, где сцепают и сортируют пшеницу. Откройте учебник на странице 47. Внимательно следите за текстом. Солнце на ладони. Бабушка Кулян принесла однажды узелок с зерном. Высыпала зерно в ручной жернов, перемолола и получилась белая и мягкая мука. Замесила быстро тесто, раскатала в лепешке с дырочками посередине, всунула пышущую жаром печь. И вот уже на смуглой бабушкиной ладони лежит горячая лепешка. Нет, не лепешка, а солнце. Так она теплом дышит. Бабушка разделила готовый хлеб ровно на четыре части. Папе, маме, ситеку и дедушке Бигдаулу, который сторожит хлебное поле. Золотистая, похожая на ласковое утреннее солнце лепешка, которую уплетал сейчас ситек, испечена из первого урожая, из самых первых зернышек большого хлебного поля. Нет на свете ничего слаще простого хлеба, говорит дедушка, жмурясь от удовольствия. Дедушка, почему слаще? Бабушка сахар в тесто не добавляла. Я сам видел, удивился мачек. А сахар и не нужен. Не все сладко, что сладким подают. Это особый хлеб, благословенный, сынок. В нем не просто мука, соль да вода. Он замешан на тепле солнца. До самого вечера ситек чувствовал во рту вкус хлеба, рожденного солнцем. Пословица и поговорки украшают нашу речь, передают мудрость наших предков. Чтобы подобрать пословицу, нужно определить основную мысль произведения. Какую пословицу вы бы подобрали для произведения? Родители трудолюбивы и дети не ленивы. Не печь кормят, а руки. Без труда хлеб не родится никогда. Правильный ответ. Без труда хлеб не родится никогда. За партами учиться. Таков наш труд пока. Известно, что без этого не сбудется мечта. Старайтесь быть полезным себе и окружающим. Трудитесь так, чтобы все вокруг доставляло огромное удовольствие, делало вашу жизнь интереснее и содержательнее. Наш урок окончен. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok